Давайте начнём, наверное, с у девяностых. Итак, в нашем случае достаточно простая комплектация. Это сами часы, кабель для их зарядки и, собственно говоря, инструкция, как ими пользоваться. Плюс QR-код. Начнём мы с того, что мы скачаем этот самый QR-код. Ну, вернее, прочтём этот QR-код. Значит, смотрите, в нашем случае есть два варианта. C-Tracker классическая версия и C-Tracker 2 новая версия. Ну, давайте, наверное, поставим классическую версию. Мы поставим, не будем заморачиваться. Так, ну, пока она скачивается, давайте посмотрим, что из себя представляют часы. Вот такой вот ремешок резиновый. В принципе, можно какие-то другие цеплять ремешки и пользоваться. Значит, вот у нас датчик снятия с руки. Так, давайте попробуем. Так, ну, смотрите, шаг номер первый. Вставьте SIM-карту в сами часы. Если было бы ещё нарисовано, как именно её вставлять, было бы, наверное, совсем хорошо. Так, как тебе для начала включить? Всё-таки придётся лезть в инструкцию. Мы включились. Часы поддерживают только 2G данные. Да, почему это важно? Потому что, скажем, в Москве тот же самый Tele2 работает в сетях только 3G. Видимо, всё-таки я карту не той стороной ставил. Так, логин нужен телефон или электронная почта. Ну, давайте попробуем регистрацию попробуем сделать. ID устройства. Да, для того, чтобы прочитать ID устройства, нужно посмотреть на QR-код сзади. Итак, регистрация была закончена. Но по какой-то причине... Ну, давайте, например, где ребёнок? Ребёнок у нас не в сети. Надо всё-таки разбираться, почему у меня не работает SIM-ка. Буду это делать. Итак, я достаточно долго мучился. Пытался понять, как вставить SIM-карту, почему он её не видит. В итоге вставил, выключил, включил. Он увидел SIM-карту. Да, он увидел SIM-карту и он полностью готов к работе. Полностью готов к работе. Давайте посмотрим, что мы можем с ним делать. Ну, например, мы можем посмотреть, где находится он. Вы знаете, очень... Очень точно он показывает. Несмотря на то, что я нахожусь на балконе. Не знаю, а GPS пробивает или... Видите, вот немножко всё-таки он попрыгивает. Давайте попробуем поднести его поближе к окошку. Да, около окошка он очень точно показывает. Именно в этом углу, собственно говоря, эти часы в данный момент и находятся. А, значит, индикация... Видите, вот сейчас исчезает и появляется. Это датчик снятия с руки. Это есть, это интересно. Не знаю, что нажал. Не суть. Значит, видно, сколько у него осталось зарядки. Вы знаете, по-моему, даже будет несколько разных часов. То есть, если у вас несколько детей, да, либо отслеживаемых сотрудников, не знаю. А вы сможете их разом, судя по всему, отслеживать. Да, правильно. Будет сказать отслеживать. Так, в настройках мы вбиваем через SOS кнопку номера родных. То есть, если ребёнок нажмёт кнопку SOS, набор будет производиться по этим номерам. Обратный звонок. Вот сложный вопрос. То ли свой, то ли тот. Режим геолокации. Ежеминутно. Либо там каждые 10 минут, например. Не беспокоит. Ну, к сожалению, не скажу о чём. Можно менять громкости вибрации. Настройка сообщений. О низком заряде, сигнале SOS, либо датчик снятия с руки. То есть, ребёнок снял телефон с руки, вам пришло сообщение. Не знаю, что-то там связанное с друзьями. Телефонная книжка. Есть 15 контактов, которым ребёнок сможет звонить. С этих часов. Язык. И время. Датчик снятия с руки. Удалённое отключение. Это то, что есть в настройках. Где найти. Да, то есть, он будет фибрировать. Нужно для чего. Я здесь. Если вы потеряли часы, да, вы всегда их сможете найти с помощью этой кнопки. Да, мы их нашли. Значит, награды. Поощрение ребёнка. Не знаю я, что это даёт. Наверное, какая-то там игра с ребёнком. Будильник. А вы можете завести будильник ребёнку, чтобы он будил его в школу, например. Здоровье. Там можно смотреть, сколько ребёнок спит, сколько идёт, сколько калорий потрачено. Шагами. Достаточно интересно. Сообщения. Ну, видимо, можно обмениваться с часами сообщениями. Геозона. Достаточно интересная вещь. А как тебя устанавливать мы будем? Такая вот, например, геозона. Геозона нужна для чего? Если ваш ребёнок выходит из этой геозоны, вам приходят сообщения. Отчёты. А можно посмотреть, как ребёнок перемещался. Ну, в нашем случае, это нечаянно его туда кидануло, да? Ну, если бы он шёл по улице, вы могли бы видеть, куда он заходил. И голосовые сообщения. Ну, вот, например, я сейчас наговариваю это сообщение, оно дойдёт к ребёнку. Ну, судя по всему, ребёнок тоже может отвечать. Да, вот, видите, появилась вот такая вот, вот такой значок. Он говорит о том, что сообщение набирается. Да, вот, видите, появилась вот такая вот, вот такой значок. Он говорит о том, что сообщение набирается. То есть, вот таким образом ваш ребенок может с вами переговариваться через чат, да, голосовыми сообщениями. Помимо прочего, судя по всему, можно делать и звонок. Но, сейчас, вернись. Да, текстовые сообщения тоже можно отправлять. Где же, интересно, послушка. Значит, я отправил ему запрос на обратный звонок. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ой, Вовочка, а давай мы с тобой, как взрослые дети, будем курить сигареты. Да, конечно, пойдем купим пачку сигарет. Ох, какой Вова нехороший. Да, все верно, я просто убрал. Смысл в чем? Мы заходим в обратный звонок, набираем ваш номер телефона. И часы звонят вам. При всем при этом, о том, что они звонят, ребенок даже не знает. И тем словом, вы можете его прослушивать. Ну, конечно, это, наверное, все-таки неправильно так с ребенком поступать. Но такая возможность есть. Насколько понимаю, да, ну, как сказать-то, да, не насколько понимаю, а на этом, да, домашний тест, я думаю, можно считать завершенным. А, значит, из минусов, смотрите. То есть, вот я ничего такого с ними не делал, ничего такого с ними не делал, а они, видите, немножко подпортились. Вот как так-то? Не знаю. Ну-ка, давайте возьмем вторые. Удивительно. Видимо, они были такими при транспортировке. Надо будет открыть спор, немножко с ним поспорить. Значит, смотрите, за сим, да, домашний тест, ну, я максимально показал их невозможности, обозначил, да, по GPS он находит, по GSM сигналу он тоже, опять же, их находит. Прослушивать можно, сообщения голосовые, либо текстовые отправлять можно, да, в этом отношении часы прикольные, да. По цене стоят они, ну, вполне земных денег. Я думаю, надо делать их как регулярный товар, да, то есть, держать постоянно в наличии и смогу вам их без длительного ожидания отправлять из России. Да, там почтовые расходы плюс 300 рублей, ну, не такие большие деньги. На этом Q90, я думаю, можно заканчивать. Мы сейчас перейдем к обзору Q50. Он будет, ну, еще раз, да, видео делится на три части. Целиком, отдельно Q90, отдельно Q50. Переходим к Q50. Существует.